Издержки инфляции представляют собой непосредственный вычет из их потребления. Инфляционный налог является регрессивным. Бедные люди, как правило, теряют в результате роста цен более высокую долю своего дохода, чем богатые. При этом, даже если потери от инфляционного налога полностью или частично компенсируются за счет социальных индексаций и бесплатных государственных услуг. Поведение людей под воздействием инфляции может изменяться, что приведет к неоптимальному распределению ресурсов. Например, чтобы спасти деньги от инфляционного обесценения, люди будут держать меньше наличности и меньше средств на текущих счетах. Чем нужно, и поэтому больше вероятность, что они могут столкнуться с непредвиденными сложностями, не имея при этом необходимых средств. Кроме того, существуют так называемые издержки меню, связанные с необходимостью пересмотра своих цен всеми продавцами. Это издержки постоянного мониторинга ценовой динамики используемых ресурсов и аналогичных товаров и услуг, а также периодического обновления ценников. Полбеды, если инфляция стабильна и предсказуема. Но ее невозможно всегда точно прогнозировать. Более того, чем инфляция выше, тем больше ее колебания и, следовательно, непредсказуемость. А последствия неожиданной инфляции могут быть еще более неприятными. Так, если она оказывается выше ожидаемой, выигрывают заемщики и получатели доходов, индексируемых по фактическим темпам инфляции. В проигрыше оказываются кредиторы и получатели фиксированных доходов. Первые в качестве защитной меры от более высоких темпов роста цен будут завышать процентную ставку или просто отказываться от предоставления денег взаймы, следовательно. Доступных финансовых ресурсов будет меньше, и они будут намного дороже, чем при низкой инфляции. Вторые – это, как правило, наиболее бедные слои населения и получатели социальных пособий, которые, если и индексируются, то обычно с опозданием и неполно из-за инфляции становятся еще беднее, что усугубляет общественное неравенство. В силу наличия указанных издержек потребители вырабатывают свою собственную антиинфляционную политику. У домашних хозяйств она направлена главным образом на защиту от будущего воздействия роста цен, тогда как правительство и Центральный банк обычно стремятся снизить общий уровень инфляции, в первую очередь ее непредсказуемую составляющую. Что может сделать для защиты от высокой инфляции обычный потребитель? Прежде всего, ограничить свободные денежные остатки, наличность, минимально необходимым их уровнем. Формирование сбережений – главный путь борьбы с инфляцией. Правда, сбережения далеко не всегда могут ее победить, то есть привести к повышению реального благосостояния домашних хозяйств, в терминах наполнения потребительской корзины. Процентная ставка по сбережениям, их доходность, может оказаться ниже темпов роста цен, однако даже в таком случае лучше компенсировать инфляцию частично, чем не компенсировать ее вовсе. Т. Е. Держать наличные деньги или средства на беспроцентных счетах, позволяя им полностью принимать на себя удар инфляции. Различные финансовые инструменты в разных условиях способны в большей или меньшей степени компенсировать инфляцию своим держателям. Например, привязанные к динамике роста цен в финансовые инструменты, в России это облигации федерального займа с индексируемым номиналом ОФЗ и Н, приносят инвестору доход. Определяемый по формуле потребительская инфляция плюс надбавка, тогда как обычные рублевые облигации с фиксированным купоном в случае неожиданной инфляционной вспышки будут представлять собой гораздо менее выгодную альтернативу. Акции также являются активом, который обычно дорожает в условиях инфляции, поскольку доходы корпораций в номинальном выражении при росте цен увеличиваются. Таким образом, рациональный инвестор должен обращать внимание в том числе на текущее состояние и прогнозные темпы инфляции, ориентируясь на них при принятии решений о структуре сбережений. Кроме того, при ведении переговоров с работодателем об условиях трудового контракта в условиях высокой и непредсказуемой инфляции работникам желательно добиваться того, чтобы заработная плата индексировалась с учетом темпа роста цен как можно чаще и полнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...